Всем привет, с вами Евгений. Сегодня мы гуляем по Токио. Как видите, пандемия продолжается, я хожу в маске. Помимо масок у людей все же возник вопрос, как решить проблему того, что есть определенные вещи, которые трогают в течение дня много людей, и через это может передаваться вирус, ну или какие-то другие болезни, не только COVID. Так вот, японцы в Токио начали тестировать кассовые аппараты, которые не нужно трогать, а водить пальчиком по воздуху. Сейчас я нахожусь в центральной части Токио. Данные кассовые аппараты разместили в некоторых круглосуточных магазинах компании 7-Eleven. И вот мы подходим к одному из них. Вот наш магазин 7-Eleven. В Токио таких магазинов с кассовыми аппаратами около трех или четырех на данный момент, поэтому найти их не так уж просто, но интернет помог. Пойдемте возьмем сначала что-нибудь и потом. Заходим в 7-Eleven. У людей сейчас много. Заканчивается обеденное время в многих компаниях. Так, возьмем что-нибудь попить. Кушать я не хочу. Здесь большое количество на различных напитках. Холодных, горячих, чай, вода. Дальше тут алкогольные напитки, пиво. Так, ну, мы будем, наверное, сегодня все-таки... Возьму я по-стандартному. Возьму зеленый чай. Зеленый чай. Вот такой вот я люблю. Немного с горчинкой. Пойдемте дальше. На кассу. С правой стороны стоят обычные кассы с кассирами. Слева у нас кассы самообслуживания с обычными мониторами. Вот стоит два человека, сами все пробивают. И вот дальше одна касса выделена вот такими знаками. Это как раз бесконтактная касса. Небольшая инструкция. Подходим. Вроде сбоку нет ничего. Просто черная панель, стол. Даже думаю, многие не догадываются, что это касса. Но когда ты стоишь именно ровно напротив него, то ты видишь экран, который летает в воздухе. Так, попробуем пробить наш чай. А, нужно сначала кнопочку «Окей». Кто-то прошлый нажал. Так, сканируем наш чай. Выходит цена 183 йен. Нажимаем кнопочку «Оранжевую». Видите, сбоку вообще экран не видно. Так, выбираем способ оплаты. Но бесконтактный. Раз уж бесконтактный у нас экран, то и платеж будет у нас без налички. Так, давайте еще раз попробуем. Я вам сбоку покажу, как это выглядит. Делаем назад. Вот снова меню. Выбрать способ оплаты. Опять выбираем. Прикольно сбоку выглядит. Нажимаешь просто в воздухе и так оплачиваем с телефоном. Опять же, ничего трогать не нужно. Чек выбрасываю специальную корзинку. Он нам не нужен. И забираем. Вот видите, рукой провожу. Вроде монитор есть, но его нет. На самом деле, когда ты вживую стоишь, он намного лучше видно. Камера, к сожалению, не хватает полностью экран. Видно из-за формы линзы. То, что она круглая. После того, как я вышел, сзади меня еще один мужчина подошел. Пробивал что-то себе. Поэтому, в принципе, этой кассой уже пользуются очень хорошо. Первое впечатление, конечно, немного было непривычно тыкать в воздух. Не понимал, на какой дистанции нужно подводить руку. Но, если честно, к концу уже покупки, когда по второму разу я прошел, я уже привык и понимал, что тот экран, который я вижу, это примерно той дистанции. В принципе, такое ощущение по визуалу, что это настоящий монитор. Просто не хватает так сильной какой-то отдачи. Поэтому чувствуется дискомфорт. Не знаешь, боишься, такое ощущение, что боишься проткнуть этот воздушный экран. Но потом все, к этому быстро привыкаешь и пользуешься. Вот такая вот запустили японцы систему без контактных касс. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я думаю, даже с точки зрения, наверное, гигиены, это, в принципе, прикольно. Потому что вводится все больше кассовых аппаратов, где без кассира. А когда люди, большое количество людей трогают один экран, это все же, наверное, не очень хорошо. В крупнонаселенных городах это способствует развитию всяких вирусов и бактерий. Ну, вот так вот японцы готовятся к тому, чтобы избавляться от продавцов и переходить полностью на бесчеловечные кассы. И теперь даже бесконтактные. Ну все. Если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok